Игель Кому и зачем альтернатива нужна? Есть огромное количество людей, которые думают примерно так У меня квартира, новая машина, я два раза в год отдыхаю за границей Какая еще альтернатива? Ничего мне не надо С точки зрения огромного числа обывателей, которые как-то обустроились за прошедшие 10 лет Менять ничего не нужно Никакую систему, ничего Нужно очень ясно, конкретно ответить на вопрос Кому вы предлагаете альтернативу? И в чем именно она заключается? Друзья, просто вот этим людям У которых есть квартира, новая машина И они отдыхают за границей Я хочу сказать Вот жизнь устроена таким образом Что если оставить все как сегодня То вероятность того, что так все у вас и будет в ближайший год, два, пять и десять Очень низкая Все, чему вы сегодня радуетесь, может в любой момент Индивидуально или для целых групп людей закончится Потому что не бывает такого Чтобы система, в которой не работают законы Нет правособственности Нет суда Который Работает независимо Не подчиняется деньгам и приказам Чтобы В такой системе Вот это Благополучие Сохранялось надолго Это невозможно Кроме того Будем честны Людей, которые на сегодня считают Что они всего, что хотели, достигли Все у них есть Не так уж много Кому нужна альтернатива? Альтернатива нужна всем тем Кто еще не устроился Как вы здесь выражаетесь Окончательно В сегодняшней жизни Я убежден в том Что жить Спокойно Уверенно Глядеть в будущее Работать на будущее Воспитывать детей И быть Гражданином в собственной стране Ответственным Строить свое будущее Ответственно В условиях Когда огромное большинство людей Находится в состоянии Бесправие Очень некомфортно Очень неуютно Вы не сможете Выстроить свою жизнь так Чтобы вся она была За высокими заборами И специально отделена От всех тех людей Которые никаким способом Добраться До того жизненного стандарта Который есть у вас Не могут Вот именно Поэтому Нужна альтернатива Которая Даст Уверенность Тем Кто уже многого достиг И даст возможность Многого достичь Тем Кто еще не достиг Ничего Была такая Известная притча Что когда В Германии Изменился политический режим И начались там аресты То сначала пришли За евреями А человек думал А я не еврей Я к этому не имею отношения Потом Пришли за цыганами Он думал Что он К этому тоже не имеет отношения Потом за профсоюзниками И к этому он не имел отношения Потом за коммунистами И к этому он не имел отношения Потом за протестантами И к ним он не имел отношения А когда пришли за ним Вокруг уже никого не было Вот нужна такая альтернатива, чтобы она была для всех, чтобы реформы, комфортная жизнь, возможность зарабатывать, возможность становиться состоятельными людьми, возможность отстаивать свои интересы была одинаковой для всех. Вот за такую альтернативу я бы и борется.